всем доброго дня всех приветствую сегодня будем творить новогоднее настроение продолжать делать альбом сегодня с вами елена оленевич мы уже делали начиная с лета разные странички согласно тематике сезона вот уже готов к завершению альбома у меня и сегодня я планирую делать именно зимнюю новогоднюю страничку постараюсь две разворот в свой альбом из коллекции крафт пейпер которая называется рождество так где-то у меня титульный лист вот сегодня буду работать вот с этой бумагой эта коллекция прошлогодняя может быть уже кто-то из нее что-то делал я лично еще с ней не работала поэтому хочу сегодня попробовать сделать что-нибудь интересное ну сразу скажу что она такая в традициях западного такого рождества пуансетти красно-зеленая тематика не всегда так люблю больше как-то мне привычно со времен детства такая сине-белая палитра для зимних новогодних работ но тем не менее попробую и пока собирается народ вот еще покажу что мы делали на прошлых эфирах то есть идея моего альбома работаем со страничками 20 на 20 я в основном использовала наборы 20 на 20 а сейчас тоже будет набор 20 на 20 но где-то у меня не было такого набора по моему от из этой коллекции в прошлый раз мы вырезали подгоняли под этот размер поэтому альбомчик небольшой тут мы по-моему делали наверное тут у нас была осень лето весна вот он в основном получился из разных коллекций крафт пейпер но где-то что-то было еще из коллекции и эко пейпер вот а сегодня продолжим его делать я уже свои основные приемчики принципе рассказала но сегодня долго думала чем же вас можно еще удивить вы уже люди бывалые наверное все умеете знаете и решила взять за основу сегодня вот такой прием сейчас я положу покажу вам он уже конечно же не новый мне кажется придумать велосипед сейчас будет все сложнее когда все люди творческие ломают голову над тем как удивите что новое придумать но я решила попробовать сегодня использовать такие рамки которые будут и подложками для фотографий также попробуем их немного декорировать насколько это получится в любом случае я планирую в дальнейшем вот здесь сделать строчку чтобы можно было вставлять фотографию так что ничего нового да вам не открываю но по крайней мере иногда полезно что-то вспомнить что забыл и редко используешь поэтому сейчас я определюсь с какой стороны у меня будет вставляться фотография так а напоминаю что поскольку альбомчик у меня небольшого размера то фотографии ну я постаралась сделать возможно максимально возможно удобными хотя вот недавно мне одна из моих заказчиц сказала что фотографии 9 на 13 сейчас почти никто не печатает поэтому их сложно распечатать если сам не дружу с фотошопом но лично вот здесь вот у меня наверное как раз рассчитано на фотографию именно 9 на 13 то есть я взяла с учетом что сама фотография должна ставится плюс место для подложку поэтому смотрите основа на которую я буду приклеивать у меня получается почти 15 сантиметров то есть это та сторона которая должна быть 13 у самой фотографии и страна которая как бы 9 сантиметров я вот даже здесь ее тоже с лихвой взяла 11 с половиной ну значит можно смело больше добавлять какого-то декора сейчас и единственное проверю вот я вырезала я вырезала с помощью ножа у меня много таких простых ножей уже как-то говорила вам на эфире что раньше мне казалось зачем покупать такие вещи но они на самом деле очень удобные когда надо сделать быстро рамки не сидеть с линейкой высчитываете макетным ножом вырезать и здесь мне нравится что смотрите есть вот такая вот строчка у ножа у ножей у меня вообще это ножи my favorite things вот мфт иногда сокращает такое название куплены очень давно наверное лет пять тому назад у меня есть ножи круги вот тоже их есть круги такие вот с такой строчкой неровной как бы и вообще я купила все основные формы это квадраты круги и прямоугольники по-моему мне еще звезды есть такие очень удобные я вам рекомендую может можно посмотреть что-то на алиэкспресс похожий вариант ну как режут эти ножи мне в принципе нравится и устраивает так вот я хотела проверить размер фотографии да я даже получается больше дела если фотография 9 на 13 то здесь у меня смотрите получается даже отверстие для моей рамки даже больше 11 а здесь 8 по идее тогда можно подрезать даже фотографию 10 на 15 ее вставлять можно было сделать пошире вот эту вот саму рамку то есть проложить каким-то например ну вот такое можно было сделать отверстие тогда были бы поля рамки намного шире их было бы проще декорировать вот как вариант можно еще саму фотографию оформить на подложку у вас получится вот это будет фотография вот здесь она будет приклеена допустим на какой-то еще красивые красивую бумажку ну условно вот так вот и потом ее можно вырезать она уже будет в рамки ставить в эту рамку и будет таких как бы три цвета ну как вариант сейчас у меня нету никакой фотографии поэтому будем делать без фотографии просто думать как что украсить и вторую фотографию которую я подумала что сюда можно разместить это будет такое круглое окошко тоже вырезала его с помощью ножа и вот видите здесь остается видно вот строчка уже есть поэтому так конечно можно было бы сидеть самому на машинке прострачивать но зачем когда можно это сделать с помощью ножа и так дальнейшем я буду прострачивать чтобы можно было вставить сюда фотографию на надежно держалась а пока я просто зафиксирую по краю клеем значит если я вот так хочу чтобы у меня открывалась получается фотография будет открываться вот так в сторону то я проклеиваю только вот эти вот части нашу буквально узенькую такую полосочку клея так я уже забыла с какой стороны я правильно делаю или нет здесь я не ошиблась вот я проклеила вот эти части сейчас конечно я этого делать не буду но за эфиром после эфира почему у меня опять темнеет экран после эфира я вот здесь вот нанесу строчку и с обратной стороны сделаю закрою потом подложкой или можно будет даже еще сразу разместить тоже такую круглую рамку такого же размера и прострочить их одновременно тогда получится что при открытии у вас фотография вставляется сюда здесь будет такая рамка но и как заключительный вариант вставить ее можно будет сюда то же самое проделываю сейчас вот с этой подложкой для фотографии и проклеиваю только три стороны подложка у меня акварельная бумага вот эта белая часть вы можете использовать ватман бумага для пастели бывает очень красиво смотрится особенно если она каких-то таких интересных оттенков так это все подготовительный этап сейчас мне останется выбрать непосредственно как бы фон который я буду использовать но поскольку я уже здесь какую-то бумагу добавила элементы то имеет смысл теперь подбирать именно этой бумаги здесь у меня есть например дед мороз дед мороз святой николай скорее всего да мы уже привыкли так его называть после советской власти так красненький вот этот цвет красивый но и беленький очень красивый вообще я планировала честно говоря использовать зеленый фон так куда его дело наверное вот этот вот мне очень нравится и посмотрим как сочетаются они друг с дружкой может быть все таки придется остановиться на таком варианте если хотите пожелать мне что-нибудь и сказать что вам больше нравится можете написать и так выбираем между этим и этим тоном так кто смотрит напишите мне хорошо ли видно потому что мне как-то кажется что темный экран у меня включена яркость максимальная и на улице вроде светло не понимаю в чем дело но сейчас попробуем так значит я выбираю между хотя и вот здесь вот красивый но мне не хочется никаких наверное ангелочков хочется чего-то может быть поярче мне вот очень нравится вот эти птички и в то время хотелось конечно красного цвета что-то использовать но немножко смущает меня этот дед мороз наверное я его оставлю наверно будет у меня вот так тогда эта часть пойдет сюда вот она эта часть на вторую для второй страничке еще планировала вот эту клетку либо вот этот вариант могу решить но всегда вот такие картинки опасно тем что их не хочется закрывать хочется их все таки использовать потом ты ограничен выборе композиции и расположение элементов ну а давайте наверное остановимся вот этих двух листиков тогда я убираю все остальное чтобы мне не мешало так еще раз напоминаю это коллекция крафт пейпер рождество прошлогодние такие вот тут вот картинки есть может быть вырежу потом елочку кстати вот эта рамка очень красивая смотрите и пуансетти они на этом листике и еще на двух листах для вырезания и так наверное начну я вот даже с этого с этой страницы я уже сделала кое-какие подготовительные подготовительные подготовительную работу вырезала полонцеттию вырезала вот эти вот забыла как они правильно называются листики и вот такой элемент еще не знаю понадобится мне или нет конечно обычно когда начинаю работать я вырезаю сразу все чтобы мне потом было удобно прикладывать и смотреть но сейчас буду смотреть в процессе как будет получаться так я решила что начинаю вот с этого вот этой вот части поскольку смотрите у меня на той стороне будет как бы часть вот этой рамки то вот эту часть можно смело тогда задействовать в работе на этой странице может быть ее имеет смысл как-то подорвать здесь квадрата здесь прямоугольник они немного спорят конечно между собой но будем сейчас смотреть я думаю что я наверное оставлю это вот сюда так я еще подготовила вот у меня такая крафт бумага есть я думаю она здесь будет неплохо смотреться и вырубку я делала мастер-класс у меня остались какие-то части я не проверяла хочу сейчас посмотреть как это будет смотреться это все ножи эко-пейпер честно говоря я их так ни разу и не использовала в своей работе именно вот эти два ножа на днях выйдет мой мастер-класс в профиле арт хобби смотрите там идеи с применением вот этих двух ножей ну и заодно раз я уже тестировала эту вырубку я думаю что я сейчас ее тоже буду применять значит это огонь свечи вот натуральная величина как на упаковке то есть он совершенно небольшой два сантиметра на четыре мне кажется здесь даже меньше чем четыре и вот такая вот шишечка сосновая я ее тоже протестировала вот и в таком цвете вырезала и мне очень нравится и вот именно из клитера такого новогоднее настроение создать итак смотрим значит из дополнительных элементов декора я думаю не обязательно что мне все понадобится конечно у меня вот есть еще такой круг зеленый это я вырезала какой-то веночек из фоамирана мне кажется в прошлый раз на прошлом эфире а может быть они даже не для эфира так посмотрим что на оборотной стороне тех подложек что я использовала вот кстати тоже красивая картинка но не буду ее использовать наверное как-то буду задействовать вот эту зеленую часть пока откладываю и смотрю что еще можно задействовать кроме этого я сделала такие вот из фетра цветочки тоже панцетти при этом я использовала вот здесь фетр и вот такую вот кальку вот это плотная калька и фетр он так немножко пушится я пока не оформляла сердцевину потому что не знаю где у меня будут расположены все эти элементы и как я уже вам сказала я планирую здесь сделать строчку поэтому пока я буду просто прикладывать но не приклеивать все эти декоративные элементы а вообще как идея как сделать самостоятельно такие цветы ну это понятно можно использовать любой нож у меня нож от Spellbinders но сейчас очень много разных аналогов то есть я разного размера лепестки собрала а в дальнейшем вот смотрите в готовой работе вместо тычинок как идея вам я взяла просто какой-то микробисер половинки вот таких вот перламутровых перламутровые половинки вот добавила вот такой вот кучей глиттер можно просыпать и на прозрачный гель ну очень так красиво получается тем более можно подбирать цвет конкретной вашей работы поэтому вот свои такие пуансетти я тоже буду украшать уже в самом конце когда у меня будет закончена вся композиция и будет понятно куда можно какой цвет подбирать вот ну это просто вам как идея а вот на кальке еще кстати здорово смотрится хочу вам сразу показать вот здесь вот я рассыпала глиттер так где фокус рассыпала глиттер и тоже вначале промазала гелем прозрачным а потом посыпала остатки смахнула и получилось вот так вот красиво при этом тычинки добавила отдельно так что вот как идея я собираюсь здесь сделать в принципе то же самое итак начинаем 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 подбирать композицию вот раз у меня уже так сложилось где-то здесь я наверное и расположу этот листочек ой не листочек цветочек где-то вот сюда наверное даже положу вот эту вот шишку сосновую по цвету она подходит поскольку лист у меня основа светлые то можно и нужно даже постараться использовать элементы декора именно светлые но и оттенять чем-то темным при этом помним что у нас другой лист в развороте будет именно тоже зелено-красный будет уже присутствовать фигура Деда Мороза поэтому я наверное начну сейчас приклеивать вот эту зеленую подложку под эту открывашку я хотела еще кстати да добавить вот нашла кусочек кружева думаю его можно будет задействовать и потом подшить так что-то у меня тут за мусор я хотела добавить вот этот крафт я его наверное просто сделаю чуть поменьше размером чем моя зеленая подложка даже не буду прорезать а просто вот так вот прорву размещать буду каким-то таким вот образом так что еще можно сюда добавить так фонарик кстати черный смотрится так сразу ярко если не траурный можно в принципе использовать наверное его вот так подвешу еще сделала в варианте зеленым кстати можно можно попробовать чуть высветлить вот так нет зеленый скучно наверное черный или вот сейчас попробую отсюда достать у меня просто очень толстый вот этот глиттерный картсток то есть у меня все прорубается но нужно именно из картстока достать потому что нож сам хорошо справляется давайте хотя бы вот эту часть сейчас достанем и попробую посмотреть как будет смотреться вот этот фонарь нет черный мне все-таки больше нравится оставлю вот этот черный фонарик со свечой у меня есть вот такой лепесток какого-то красного цветка не хочу очень много цветов но наверное задействую что-то вот из этой пансетти у меня есть еще вот такие цветы ну в принципе основная идея у меня уже складывается я начну наверное приклеивать чтобы у меня что-то фиксировалось итак начиная вот с этой подложки которая осталась напоминаю как остаток от рамки которая будет на соседней странице поэтому берем клей и так вот ее здесь располагаем ну мне понравились на этой странице вот эти снегири поэтому их надо постараться не закрыть и располагать всю композицию с учетом того что вы хотите сохранить здесь так дальше идет крафт бумага небольшой кусочек можно кстати ее чуть выше вот эту вот часть сверху даже смять немного нужно наверное приклеить а потом сминать так ну привет Катюша так хотела повыше но в итоге опустила да чтобы была видна вот эта часть но заложить сильно не смогу если у меня была плоская фотография я бы даже наверное вот на этом сыграла уголке и вот так его загнула но мне нужно будет открывать кстати я собиралась расположить по моему вот так вот на самом деле это не важно просто фотография у меня получается вот с этой стороны ее в принципе можно боковую часть вставлять единственное что нет я не буду боковую часть потому что я хочу расположить же здесь цветы а они мне будут мешать сюда закладывать поэтому фотографию лучше вставлять всегда сверху а уже декоративные элементы будут располагаться этой стороны значит тогда учитываем что фотография будет располагаться вот таким образом дальше вот этот кусочек кружева я его буквально на каплю клея зафиксирую а потом подошью и буду наверное подшивать я думаю чуть-чуть вот так при сбору может быть я бы сюда даже добавила еще нет этого уже много так я планировала использовать еще вот эту зеленую часть поэтому что я могу с ней сделать ну давайте я рискну и вот так ее просто прорву может быть даже подлезу еще если не сильно схватился клей я стараюсь всегда углы все-таки не до конца проклеивать сейчас посмотрим как будет ну вот такая более многослойность и здесь можно тогда здесь сделать неровный такой край именно присборить присмять а да еще же кружева надо под этим учитывать расстояние ну вот как-то так вот где-то я вот так загну где-то вот так чтобы повторить вот это вот симметрия уже неровного края кстати я собиралась еще вот такую штуку использовать наверное вот здесь она будет приглушать этот крафт и хорошо ляжет сюда да я ее вот сюда задействую не знаю как это называется правильно она такая вот смотрите как рыболовная сеточка и у нее вплетена как будто нить какого-то такого люрекса то есть сама она из двух нитей как бы состоит серебряный и белый и такие штуки очень хорошо приглушают когда у вас есть что-то яркое вы в то же время хотите чтобы это было видно но и приглушалась так тогда я сейчас это наклею сюда при этом клей будет виден значит надо нанести только на ту часть которая у нас будет прятаться за подложкой фото наношу сюда это вот так вот в идеале конечно было бы лучше ее пристрочить но сейчас я просто прихватываю клеем так вот так и и у меня было кружево вот я его в дальнейшем вот так сюда еще наверное чуть-чуть присборю и пристрочу так что думаете как вам такая идея да я наверное добавлю вот эти вот цветочки пойдут здесь у меня будет открываться здесь я расположу вот эту поинсеттию из нее у меня будет выходить вот эта шишечка сосновая и немножко заходить сюда но важно кстати еще да надо учитывать как вы будете фиксировать эту открывашку то есть либо на анкер я никакие веревочки не хочу уже использовать я думаю что я где-то вот сюда в угол или вот даже вот здесь с этой стороны сверху размещу анкер и зафиксирую в дальнейшем но можно было бы конечно натянуть еще такой шнурочек всегда если используете веревочки или шнурочек помните что нежелательно перечеркивать как бы саму фотографию а проходиться где-то с краю здесь может быть объемный декор особенно когда я потом планирую добавить еще каких-то камушков поэтому скорее всего у меня будет здесь анкер так дальше а фонарик я сейчас все накидываю потом буду доделывать уже позже магнитик а ну в принципе да ну кстати катя ты какого вот используешь как-то правильно сказать толщины магнит потому что я как-то сделала все с тонкими чтобы они не торчали то есть разместила магнит на крышечку потом под эту часть и не учла что когда тоже у меня была открывашка и положилась как бы сюда фотография внутрь пошла фотография то толщина стала больше и магнит уже не так сильно схватывал и удерживал вот эту открывашку но магнит кстати да так почему-то редко использую их но это да очень хорошая идея потому что анкеры вот это вот ковыряние не очень мне нравится если вы делаете на заказ тем более если вдруг альбом то некоторые люди вообще не понимают смысла этого анкера что надо что-то там раздвинуть открыть поэтому да магнит один из самых лучших вариантов так мне не хватает сюда еще вот каких-то таких зеленых веточек кажется еловых хотелось бы добавить игольчатых таких у меня есть дырокол я наверное в дальнейшем потом просто из зеленого либо вот такого цвета амирана либо из какой-то бумаги еще подрежу и сделаю вот здесь вот такие игольчатые части либо даже какие-то листики так Катя пишет мне я неодимовые магниты использую толщиной 1 миллиметр все супер держится но я их стараюсь вклеивать так чтобы было 2-3 слоя бумаги не больше ну да вот это важно учитывать сколько потом в дальнейшем будет слоем бумаги потому что как если я сказала вот сюда вставится фотография так давайте я пока это уберу потом я планирую что у меня здесь будет фотография здесь будет фотография и там будет прятаться магнит если то вот этой толщины и хваткости магнита должно хватить вам всегда это учитывайте потому что как я уже говорю на своем горьком опыте один раз я сделала и не учла то что когда фотографиями все закладывается я проверяла естественно на пустых таких подложках после того как положились фотографии уже не так все хорошо держалось и так то есть здесь мне осталось добавить буквально мелкие детали еще раз кто присоединился позже напоминаю здесь я буду делать строчку по краю чтобы вот так сюда хорошо легко вставлялась фотография и после этого уже буду наклеивать вот эту пансетию украшать ее каким-то таким вот образом бисером мелкими камушками и добавлю сюда мелкие такие веточки листочки пока не нахожу но что-то вот типа такого кстати вот эта штучка тоже здесь хорошо по моему смотрится можно ее оставлять можно еще кстати добавить например вот такие вот веточки они поддержат вот эту серебристую часть вот у меня же шишка здесь такая серебристая возможно я тогда проложу сюда вот еще потом вот это что-то но не очень люблю мне этот объем такой немножко плоский относительно поэтому подумаю добавлять мне вот это или нет первый белорусский это наверное Вика зашла Вика привет мы тебя расшифровали так ну вот каким-то таким образом я думаю что с этой страничкой все понятно сейчас буду ой переходить ко ко второй вот если кто будет повторять сейчас еще раз быстро сложу но потом да я буду выкладывать готовую работу вот можно подложить такой красный лепесток и как-то вот на этом в принципе и все для этого развороте из того что я смотрю больше мне сильно не хочется здесь добавить о Вика видишь как я себя раскусила привет так это я пока убираю в сторонку а кстати еще смотрите вот как идея я наверное потом добавлю я увидела вот здесь такую гирлянду ну можно сделать любые треугольники вырезать сами и вот здесь вот красиво вот так их проложить под углом можно даже как вариант когда я уже буду доделывать альбом но у меня просто альбом он не совсем зимний он как я уже говорила каждый разворот это разный сезон лето зима осень весна а можно например если бы был у вас полностью зимний альбом то ткань которая у вас на обложке задействовать потом в элементах декора и вот здесь вот как раз вот эту гирлянду сделать из таких тканевых флажков тем самым поддержать как бы то что у вас на обложке все думаю здесь все понятно с большего то есть такой вот простой но в то же время уютный и из разных текстур получилась такая страничка вот про эту сеточку вам рассказала значит ее сейчас нужно будет использовать получается и на второй страничке так здесь получается смотрите у нас были снегири здесь мы композицию расположили здесь а здесь у нас этот дед мороз значит композиция должна будет она будет давайте вот так сделаем чтобы больше сюда в эту сторону съехать и наверное придется тоже поддерживать вот эту часть поэтому так как мне положить чтобы вам было видно буду располагать основную композицию вот этом углу при этом немножко вот так прикрою этого деда мороза и так здесь вот конечно хотелось бы добавить вот этот красный цвет который мы использовали сюда но как видите они не будут видны ну я могла бы конечно сейчас быстренько поменять фоновый лист и взять другого цвета но наверное так делать не буду буду выкручиваться из того что у меня есть ну у меня есть вот эта внутренняя часть так опять надо вспомнить у меня фотография собирается вставляться вот так поэтому наверное имеет смысл может быть в эту сторону открывать вот у меня здесь будут вставляться фотографии а вот сюда я могу еще разместить кор поэтому беру мне нравятся вот эти вот разводы так что-то за мусор попал разводы звезды там можно было бы даже и эту часть но давайте возьмем что-то разнообразнее это располагаем сюда наверное вот таким образом кусочек крафт бумаги который остался я задействую наверное вот так может быть мне хочется вот этот рваный край немножко показать наверное наверное надо подлиннее все-таки и так у меня есть еще такой кусок сейчас попробую подлиннее сделать и может быть вот так вот еще смять чтобы она была немного мятая так кстати надо было тогда сделать и на второй странице вот такой мятый эффект да вот так получше как считаете мне кажется так интересней и вот эту часть наверное так давайте я побольше сейчас режу там уже буду смотреть можно снова повторить ее вот сюда но мне так не хочется прикрывать эту бумажку так вот когда у меня все ездит это не очень приятно либо положить ее горизонтально сейчас будем смотреть как лучше сделать вот 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 так и оставлять будем да мятые бумажки хороши но они вот из-за этой штуки не видны может может тогда вот эту штуку и тогда такой правильный все получается вот смотрите здесь так здесь так мне не очень что-то нравится может тогда а можно знаете что еще сделать можно вообще вот эту штуку вот так сюда она не будет под какую бумажку под под эту наверное бумажку да вот так наверное о смотрите точно хорошая идея спасибо Вика вот сюда ее размещаю что такое и бумажка видно и вот эта часть когда вот так работаешь чтоб вот еще когда не готов склеить можно брать и да подмяты я так и сделаю степлером буквально в одном месте фиксировать у меня просто нет его под рукой и потом оно если все равно будет прятаться то будет нормально так дед мороз наш закрывается нужен ли он нам ну вот так он пусть выглядывает я думаю для его обзора этого будет более чем достаточно так ну что еще можно добавить а я вообще хотела задействовать круг который я использовала но я вспомнила что да он здесь не очень будет виден но можно такой круг было бы поскольку у нас здесь круг на соседнем развороте неплохо было бы его тоже добавить но вот этот вот формат 20 на 20 мне нравится но фотографии все-таки у него конечно чтобы разгуляться для декора и складывание какой-то красивой композиции лучше конечно использовать меньший формат фотографий то есть если бы у меня была допустим половинка вот это было бы возможно больше декора но тем не менее ладно так вот тоже не используешь потому что обратную часть потому что уже второй дед мороз зачем им быть двоим ладно берем шишку может быть две шишки или все-таки снова на одну поансеттию уже мне не хочется снова использовать в таком большом объеме как там я вообще вот это из кальки вырезала вот эту поансеттию я думаю что вот она не слишком кидается в глаза и в то же время такая полупрозрачная но можно взять еще одну фетровую такую и наложить ее не прямо друг на дружку а вот как-то наверное вот так единственное что не люблю когда на одной линии цветы поэтому буду поднимать повыше куда-то наверное вот сюда вот если она будет чуть повыше она будет лучше смотреться и у меня такая вот ветка может она длинноватая но сейчас посмотрим тогда цветы эти надо чтобы они прикрывали немного эту часть может быть как-то как-то вот так так вот а почему это все сразу не приклеила ну ладно ну вот так более-менее так вот сюда я потом насыплю глиттер бисер у меня будут красивые сердцевинки что еще я могу сюда добавить из того что у меня здесь есть есть под рукой ага что-то я себе так скудненько сегодня декора приготовила вот у меня есть такая снежинка но нет она мне здесь не нравится а у меня есть пансеттия которую я вырезала можно еще вот так ее припрятать наверное так но у меня получается что здесь одна оголенная такая шишка тоже ерунда поэтому знаете наверное я вот уже этот прием использовала в прошлый раз на прямом эфире я думаю что я им снова воспользуюсь сейчас покажу вам если я это делала в готовом варианте о чем я говорю так пошла смотреть и пропала смотрите круг вот эти вот круговые приемы то есть я часть круга срезала на него положила основной декор и здесь у меня здесь просто калька которая прикрывает фотографию кстати этот лимон так и не наклеила так вот здесь я могу сделать в принципе то же самое то есть мне нужно в любом случае ну мне кажется поддержать вот идею круга соседней страницы поэтому я наверное снова задействую этот прием вот так срежу вот эту часть так я сейчас опять забыла с какой стороны у меня фотография закладывается вот этой хорошо вот срежу эту часть немножко будет она выходить на фотографию и вот такую вот четверть этого круга я сюда проклею тоже нанесу какие-то либо зеленые игольчатые веточки либо белые сделаю и оставлю себе вот эту идею либо сейчас еще посмотрим кстати вот если использовать какую-то красивую картинку либо вот смотрите вариант вот так вот срезать тоже будет неплохо поэтому картинка уже вот это в любом случае будет закрываться ее не задействуешь но наверное я да себе вот эту идею оставлю хотя красный с красным всегда бы какого-нибудь другого цвета есть у меня вообще такое вот серебро но может быть вот да такой бы полукруг нормально посмотрелся так сколько у нас времени осталось буквально десять минут вот может быть буквально чтобы виден был один лепесточек вот еще вот сюда его да наверное вот это добавлю это я напоминаю вам я уже говорила в начале кто пропустила это фетровые у меня такие полансетии сама делала ну как я их еще не доделала я всего лишь вырезала элементы а вот это вот из кальки ее можно кстати вот немножко вот так подогнуть и будет интересно смотреться ну я думаю что как-то таким вот образом можно будет и оставить и в принципе можно начинать подклеивать сегодня так даже довольно оперативно все получилось наверное может потому что я не клеила завершить почти две страницы так напомню здесь у нас будет приблизительно такая композиция нужно будет добавить строчку пристрочить где-то вот здесь вот вот это вот кружево добавлю потом вот такие вот бисеринки камушки фонсетти кстати да наверное вот у меня есть такой шнурочек серебристый я проложу его тоже где-то вот сюда вот сюда я думаю будет интересно смотреться он такой вроде тоненький но вот это серебро такую праздничность добавляет и настроение такое хорошее и в то же время ненавязчиво и вот как-то так подумаю по поводу идеи с магнитами как подсказала мне Катя спасибо потому что анкеры что-то надоело использовать и наверное знаете вот из этой крафт бумаги я думаю что нужно добавить какой-то элемент еще порезной проложить его где-то вот здесь вот потому что шишка это не легло по по цвету вот это я уже спрятала а вот что-то мне не хватает вот именно веточек я думаю что я добавлю веточки и они будут смотреться интереснее ну вот как-то таким вот образом так что ждите скоро будет готов в сборке альбом я долго думала кстати ну может быть услышу ваше мнение если вы еще скажете я думала что я вот делал 4 разворота с вами сделать ли обложку вместе или уже сделать обложку и показать вам в итоге как получился такой по каждому сезону альбом вот думаю оставит ли идея обложки на потом еще на это несколько недель еще надо ждать мне уже конечно хотелось бы завершить этот альбом и может быть даже подарить кому-то на новый год его чтобы он такой вот был ну не на большое количество фотографий но зато на разную тематику вот если у вас будут какие-то идеи или пожелания то можете мне сообщить я еще не решила в процессе а пока наверное буду с вами прощаться потому что как-то обычно я не успевала здесь вот получилось вот так довольно оперативно все сделать еще раз напоминаю сегодня была в работе коллекция крафт пейпер жительство и делали мы зимний разворот в альбом всем желаю всего хорошего хорошего настроения хорошей погоды и пережить вот эту такую новогоднюю суету получить от нее удовольствие и всего вам хорошего скажем прощай этому тяжелому такому 2020 году все всего хорошего хорошего